Один украинский военный был ранен за минувшие сутки в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель администрации президента по вопросам спецоперации Александр Мотузяник. Ранее украинские военные заявили, что зафиксировали три случая нарушения режима тишины в Донбассе со стороны ополчения за минувшие сутки. В ЛНР в свою очередь сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков, в ДНР нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областей. Продолжение следует...